Всем привет! И сегодня мы покажем вам, как приготовить черно-смородиновую меренгу. Это может быть как самостоятельный десерт, так и прекрасное украшение для ваших десертов. Два раза десертов сказала. И в первую очередь нам нужно приготовить черно-смородиновое пюре. Для этого я разморозила черную смородину в микроволновке. Можно ее также прокипятить в сотейнике на плите. И сейчас пробью ее блендером. И теперь ягоды, которые мы пробили в блендере, нужно сделать из него пюре, пропустив через сито. Добавляем сюда сахарный песок и отправляем на плиту. Нам нужно, чтобы сахар полностью распотворился. Как только пюре закипит, все, можно сразу убирать. Пюре у нас закипело, мы его убираем с плиты и ставим в холодильник. Оно должно полностью-полностью охладиться. Пюре охладилось. Посмотрите, какое оно густое. Я сейчас его чуть-чуть пробью и затем добавлю сюда белок и пробью уже до пышности. Чуть-чуть, для того, чтобы оно просто однородно стало, потому что оно покрывается пленкой. Все, наливаю сюда белок и взбиваю уже до пышности. Все, посмотрите, пюре готово. Оно пышное, стоячее. Вот шикарное просто. Теперь варим сахарный сироп. Для этого сахарный песок заливаем водой, перемешиваем так чуть-чуть и ставим на огонь. И нам нужно сироп нагреть до температуры 117 градусов. И теперь тонкой струйкой вводим сироп и перемешиваем. Все, меренга готова. Посмотрите, какая вот она плотная, как у зефира консистенция получается. И теперь заполняем наши кондитерские мешки. Я хочу вам показать варианты с тремя насадками. Поэтому заполняю три мешка. Классные меренги у нас получились. Как видите, ими можно украсить любой десерт, тарелку. Или подавать как самостоятельное блюдо. Они подсохнут, будут такие прикольненькие, вкусные. Я сделала с черной смородиной. Вы можете делать абсолютно любой ягодой или фруктом. По той же системе, с тем же количеством ингредиентов. Как всегда, все описание у нас будет внизу. В общем, они классные. Попробуйте обязательно так сделать. Вы часто спрашиваете про насадки, какими я пользуюсь. И про мешки. Мешки у меня абсолютно обычные. Пару хлопковых, а все остальные одноразовые. Они без фирмы, без названий. Никакие-то они крутые, обычные. Также и насадки. Покупаю везде. Все, что мне нравится, все, что мне нужно, бывает. И Уилтонские насадки. Но они неоправданно дорого стоят. И им аналоги всегда можно найти на Алиэкспрессе за копейки. Короче, насадки лучше всего покупать в Китае. Вот. Всем пока.